Если вы хотите знать, как Тарко ушел с Амп РП, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Аризона Ролеплей Феникс, ну а также всем известный телеграм-канал, ну как бы Аризона она тоже всем известна, но сказать про неё я просто не могу. Поэтому за всей дополнительной информацией вы можете зайти в описание данного видеоролика и там всё это, как вы понимаете, можно посмотреть, прочекать, прочитать, подписаться, отписаться, сделать репост и всё прочее. Не так давно мне вот в ЛС ВКонтакте, а также в нашем чате в Телеграме начали приходить сообщения, мол, слушай, а вот Тарко-то вообще, чё с Тарко такое? Слышал про Тарко, чё-нибудь там или ещё чё-то? Разумеется, Тарко это один из тех GTA-самп-ютуберов, за которым я слежу. То есть есть большое количество самп-ютуберов, которые мне абсолютно безразличны, но вот то, что там происходит у Тарко, у какого-нибудь, я не знаю, Андрюхи Киевского, Балта Холкса, это всегда для меня доставляет очень большой интерес, потому что сами по себе данные люди мне приятны и достаточно сильно интересны. Поэтому проследить за какой-то их вот этой вот всей ситуацией я, в принципе, не то чтобы обязан, но мне было бы неплохо за всем вот этим вот проследить и вообще посмотреть, чем всё это закончится. И по итогу там в каком-то новостном издании, то ли ещё где-то, то ли ещё как-то, начали вот публиковаться посты, мол, Тарко там уволили с сотрудничества на Резонор или Плей, мол, там, ой, блядь, на СамПРП его уволили с сотрудничества и по итогу он, как бы, сами должны понимать, не смог вот это вот всё стерпеть и уже там вот всё пошло именно так, там все новостные издания говорили об этом. Возможно, не все, возможно, какие-то издания где-то к какому-то боссу, где-то кто-то приходит, а может быть и не приходит, а может быть и не к боссу, ну, сами понимаете, все вот эти вот приколы. И по итогу, то есть все такие, типа, о, а чё Старко такое будет? Да нет, да его не могут вот просто так взять и уволить, ну вот зачем? Вот просто зачем им решаться практически самого такого, знаете ли, промокодного, если так можно сказать, ютубера, потому что на Тарко в самом деле регистрируется большое количество людей, и Тарко это в самом деле такой, знаете, уже, можно сказать, амбассадор вот этого вот всего СамПРП. Так вот, в общем-то, Тарко сняли, но вот 1 апреля, то ли ещё какого-то апреля, я не знаю, когда вы будете смотреть данный видеоролик, потому что ролики записываются все заранее, а потом вот они как-то все именно так и выкладывают. Старко выложил ролик, в котором рассказал, что, ой, ребят, это всё пранк, это всё приколы и вот всё прочее, вообще этому не нужно как-то нормально относиться, меня с СамПРП не уволили, всё будет хорошо, всё будет нормально, но по итогу ещё сказал, что, мол, ребят, вот вы знаете, я становлюсь вот таким, знаете ли, главным админом на уровне Вячеслава Иванькова или Капона, то есть Вячеслав Иваньков и Капон, насколько я понимаю, на СамПРП это красные админы, или какие они там, зелёные, в общем-то, у всех расцвет красный, но, по-моему, они там всё-таки красные админы. И, в общем-то, я открываю новый сервер для себя, под себя, в общем-то, СамПРП, у них там уже большой онлайн, там, на Революшине, на ещё каких-то серверах у них большой онлайн, поэтому, как бы, вы сами можете понимать, что нужно открывать уже новый сервер. Не, ну, тут и так всё понятно. Донат-машина. Позже оказалось это всё тоже шутка, то есть никакой новый сервер от Тарка открываться не будет, потому что это просто, в принципе, неправильно. То есть все остальные сервера ещё не зафулины, зафулины там от силы, ну, где-то два сервера, и то это всё происходит, как бы, ну, в карантин, неизвестно, что будет, когда люди, да и вообще школьники, да и вообще не только школьники и люди, начнут вот за всем вот этим вот, знаете ли, начнут учиться, начнут работать, начнут вообще там, знаете, семью, детей растить. В общем-то, кто вообще будет там играть? Непонятно, какой вообще там онлайн будет, и открывать какой-то новый сервер, это как-то вот, знаете ли, тоже неправильно, потому что сейчас сервера позволено открывать только Arizona Roleplay. Вот Arizona Roleplay это, в самом деле, единственный проект, на котором, вот, действительно можно открыть сервера. Ну, как бы, потому что там реально вот на время карантина и на время каких-то каникул постоянно все сервера забиты. Я не понимаю, откуда берётся аудитория на все вот эти вот сервера, потому что, как бы, ну и, как бы вам так сказать, то есть аудитория сампа не уменьшается и вроде как сильно не увеличивается, и из других серверов вроде как онлайн не уходит, а на Arizona Roleplay он поднимается. Как так происходит? Разумеется, что ситуация с ботами, когда Arizona Roleplay могла бы запускать ботов, это всё, разумеется, отменяется, потому что, ну, зачем Arizona Roleplay это делать? Она, как бы, самый крупный проект в GTA Sampe. То есть это делать абсолютно точно незачем. Поэтому мы, думаю, со всем этим разобрались. То есть такой, знаете ли, неплохой конкурс, розыгрыш и всё прочее на 1 апреля, потому что, ну, вот, в самом деле, как бы, это всё вот так вот происходит. Вообще на 1 апреля в этом 2020 году я не увидел каких-то особых шуток, ничего не увидел. То есть там несколько подарков ВКонтакте мне люди подарили и всё. И ничего более я не увидел. Каких-то, знаете, шуток, типа, у тебя спина белая или, знаете ли, там, кроссовки развязались, шнурки, кеды и всё прочее. Я ничего подобного, к сожалению, не увидел. Наверное, все потому что заняты всей вот этой вот паникой, пандемией и всем прочим. А я хочу вам напомнить, что поднимать панику абсолютно точно не надо, потому что хоть какой-то вред, вирус этот самый начинает вести по официальным данным, нести, вернее, по официальным данным с 65 плюс лет. Если на моём канале люди 65 плюс лет, я думаю, что таковых нет. А возможно, там один бабушка, дедушка, возможно, смотрит. Хотя это, конечно же, тоже маловероятно. А вообще, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь от канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки. IP Resoner или PlayFenix в описании. Также там находится ссылочка на мой телекрам-канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok